Марш на Нижневолжской набережной начинается с вынесения знамени Победы. Затем принимающий шествие объезжает войсковые расчёты и поздравляет их с Великой Победой. И вот начинается сам марш. Войска Западного военного округа, Росгвардии, МЧС, шествия, от точно до мелочей, многочисленные репетиции не проходят даром. Есть здесь и сводная рота в форме времён Великой Отечественной. Женская коробка, как напоминание о подвигах женщин. За пешей колонной следует механизированная. Её возглавляет легендарная Т-34. Танкисты по праву ценили его манёвренность, подвижность, уникальную проходимость. В годы войны горьковчане дали фронту 38 318 танков. Следом ещё один символ Победы – полуторка. Её тоже производили в основном в Горьком. БТРы, БМП, самоходные гаубицы, глубоко модернизированный танк Т-72Б3. И, конечно, реактивная система залпового огня «Град» – потомок «Катюши». Артиллерийский комплекс «Град» знаменит во всём мире благодаря поражающей мощи и высокой надёжности. Есть марши Победы и новшества. Впервые в небе над Нижним Новгородом пролетает Ми-28. В воздушной части есть Ил-76 и истребитель МиГ-29. Тоже отсылка к истории. На заводе «Сокол» в годы войны заводе «21» произвели каждый третий истребитель, стоявший на вооружении нашей армии. МиГ-29 в войсках появился уже в 80-е. Над акваторией «Волги» экипаж выполняет фигуры высшего пилотажа. На реке марш тоже проходит. Здесь идут корабли, катера и суда на воздушной подушке. Всего в марше принимают участие более 700 человек и более 80 единиц военной техники. Александр Быков. Время новостей. Субтитры создавал DimaTorzok